Знаменитый Мизон Жемаэ, созданный в 70-е годы XIX века, как личная резиденция знаменитым архитектором Виктором Жемаэром для его семьи, 4 июля 2021 года находился в праздничном настроении. Особняк в стиле фламандского ренессанса сегодня смотрится как предтеча арт-нуво в своей эклектике. А веню Сталинград этим летом напоминает город, честь которого назван в 1943, но в архитектурной жемчужине Брюсселе готовятся торжественные речи и охлаждается шампанское. На сегодняшний день создание архитектора, отреставрировавшей часть зданий на одной из красивейших в Европе площадей Гран-Пляс Брюсселе – Мизон Жемаэ мини-отель. Но на один день он трансформировался в торжественный зал. Здесь проходят церемонии обручения офицерских и рыцарских крестов за социальные и культурные заслуги перед Евросоюзом. Награда из бельгийско-французской с годами превратилась в европейскую. В ней появился сильный акцент на участие награждаемых в благотворительных проектах. Рыцарским крестом в разные годы были награждены Сальваторе Адамо и Шарль Разнавур, Мишель Сарду и Эрик Эммануэль Шмидт. Рыцарский крест «Все заслуги в музыкальной культуре Европы и вклад в благотворительность». На церемонию награждения прилетел с Гонконга сын Ольги Леон, инвестиционный банкир, полиглот, владеющий китайским языком мандарин, сын скрипача, победителя конкурса «Королева Элизабет» 1976 года Михаила Безверхнил. «Я очень горжусь, конечно, мамой, да, она большая молодец, для меня большой пример, вот, и, вот, я очень горжусь, что еще могу сказать, очень эмоционально сегодня такой день для меня». «Орденом награждены очень многие деятели культуры, включая Джефф Бадар, включая Сальваторе Адамо, многие другие художники, дипломаты, писатели, поэты, музыканты. Я вот теперь за первое. Сальваторе Адамо прочитал и послушал мой мюзикл «Американская мечта Чайковского». Ему это очень понравилось. Он сказал, ему 75 лет, ему уже поздно быть Чайковским, но он станет крестным отцом нашего проекта. Он теперь меня номиновал, сделал номинацию на это с вами». Ольга и Михаил Безверхнил в 1990 году в день рождения двухлетнего сына прилетели в Бельгию, и эта страна стала их местом европейской силы. Самый расцвет гастрольной деятельности и успеха Ольгу настигает страшный диагноз – рассеянный склероз. Эта героическая женщина нашла в себе силы и, продолжая музыкальную карьеру, все силы направила на помощь детям и взрослым с неврологическими болезнями. Ольга Бобровникова возглавила фонд «Мюзик» – музыка и музыканты против рассеянного склероза. Она создала свою педагогическую музыкальную методику лечения и восстановления детей с неврологическими расстройствами. Анатол家 Бобровникова возглавила фонд «Мюзик в 19 Оксана Хеюзикли… Ольга Бобров juga прис 11 лет назад в Stanеуэзик боя и заkiem преобразования у Ниндзо миллиардов, Меня восхищает жизнь и деятельность Ольги Бобровниковой, которая все свои силы и талант отдает борьбе за права людей с рассеянным склерозом. Она организовала и участвовала в стольких концертах в поддержку больных нейрологическими заболеваниями. Ни разу никому не отказала в помощи. Музыкант и педагог такого высокого мирового уровня. Рыцарь без страха и упрека в европейской культуре и благотворительности. Последние годы, кроме педагогической деятельности, Ольга Бобровникова также была занята написанием мюзикла «Чайковский. Американская мечта». Вместе с мужем-англичанином и авиатором Полем Смосом, который поддерживает ее во всех проектах, Петр Ильич Чайковский всегда был любимым композитором пианистки романтической школы. Музыкант и педагогической деятельности Я хотела бы выразить особые слова признательности маэстро Сальваторе Адаму, который стал первым слушателем моего мюзикла «Чайковский. Американская мечта» и поощрил меня к продолжению работы над этим проектом. В этот день также были награждены титулами офицеров и рыцарей другие выдающиеся европейцы, в том числе Патри Куарт, дипломат, президент Европейского института Image of Europe. Я очень рад, что мои заслуги были оценены Евросоюзом вместе с двумя другими представителями двух очень важных миров – мира культуры и мира дипломатии. На мой взгляд, самых главных столпов европейского мироустройства. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok